Добрый день, дорогие друзья! Отвечаем на ваши вопросы на библейском портале «Экзегет». Пришел такой очень актуальный вопрос. Нужно ли мне показывать перед неверующими коллегами, что я пощусь? Особенно во время посещения обязательных корпоративов. Может, в этом фарисейство, если я показываю, что я пощусь? Как поступить с рассуждением, чтобы не обидеть ближних? Конечно, дорогие мои друзья, этот вопрос достаточно актуален, особенно во время отгремевших совсем недавно новогодних праздников, да и в течение года достаточно часто православный верующий человек оказывается в ситуациях, когда его друзья, коллеги приглашают верующего человека, мужчину или женщину, так сказать, во время каких-то там юбилеев, корпоративов, и где все подается, естественно, непостное. И вот как бы такая дилемма, она существует. Как себя вести? Нарушать ли, чтобы, так сказать, никого не обидеть, или все-таки пост соблюдать? Ну, давайте, дорогие друзья, сразу обозначим как бы рамки ответа моего. Многие священники, в том числе на библейском портале «Экзегет» так или иначе уже на подобные вопросы отвечали. У каждого из вас наверняка есть свой опыт. Сразу хочется обозначить, вот мы сейчас не будем касаться тех вопросов, когда по состоянию здоровья человек не может соблюдать по всей строгости пост, когда он вынужден именно по состоянию своего телесного здравия принимать определенный род пищи. Давайте вот как бы вот эту грань оставим за рамками нашего ответа. А конкретно постараемся задуматься над тем, вот как все-таки отличить, где рассудительность, где любовь, где уважение к ближним, а где человеку угодие. Не раз приходилось слышать мне, когда хотят от священника услышать какие-то свежие мысли. Но самые свежие мысли, дорогие друзья, и самые правильные, и всегда актуальные, никогда не стареющие мысли в Священном Писании. Давайте посмотрим, что Священное Писание нам говорит. Откроем Евангелие от Луки, 16 главу. 16 глава Евангелия от Луки, 10 стих. Господь говорит, «Верный в малом и во многом верен будет, а неверный в малом будет неверен и во многом». Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Вот Господь и призывает и святых апостолов, и всех своих верных последователей, всех настоящих христиан быть верными в малом. Давайте посмотрим, что говорит святой апостол Павел. У святого апостола Павла в послании к римлянам есть очень важные слова, которые, как мне кажется, дорогие друзья, если мы с вами над ними задумаемся, они имеют в том числе отношение к подобной ситуации, отношение к посту и отношение человека-христианина с окружающими людьми. Послание к римлянам, 12 глава, начинается такими словами. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Святой апостол Павел призывает, «Чтобы мы наши тела, наши тела в жертву живую, богоугодную Богу, для разумного служения нашего свои тела уготовили, и чтобы мы не сообразовались с веком с ним». Святой апостол Иоанн Богослов в своем соборном послании тоже говорит очень важные слова, которые так или иначе и к этому вопросу имеют отношение. «Не любите мира ни того, что в мире, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». И Господь нас призывает быть верным в малом, потому что кто в малом верен, будет и во многом верен. И святые апостолы, вот апостол Павел, апостол Иоанн Богослов призывают нас не сообразоваться с веком с ним и не служить миру. Именно вот эти слова Священного Писания должны быть для нас ориентиром в любой ситуации. В любой ситуации очень важно и полезно христианину или христианке задавать себе этот вопрос. Вот эти поступки, вот эти мои дела, вот эти мотивы, они меня к Богу приближают или удаляют от Бога? В этом я проявляю верность Богу или неверность? Потому что просто веровать в Бога, сейчас достаточно много верующих людей, по крайней мере, называющих себя верующими, но веровать в Бога — это мало. И бесы веруют и трепещут, говорит нам Священное Писание в послании апостола Иоанна. Бесы веруют, знают, что их ожидает. И вот в Евангелии мы читали, когда из одержимых демоны буквально так и говорили, знаем мы тебя, кто ты святый Божий. И бесы веруют и трепещут. Но для христианина мало быть просто верующим, надо быть еще верным Богу. И вот это понятие верность Богу — это самый правильный ориентир в любой ситуации. Вот смотрите, вопрос прозвучал так. Как мне быть, вот если я оказался в ситуации, где, так сказать, трапеза, и вроде бы выпячивать свой пост, обращать на себя внимание не хочется, обижать не хочется тех, кто меня пригласил, и в то же время, вот как поступить? Конечно, дорогие мои друзья, вот надо хотя бы обозначить, бывают разные ситуации. Одно дело в семье, где один человек верующий, остальные члены семьи неверующие, и постоянно так или иначе его вынуждают, так сказать, вместе с ними участвовать в трапезе и постоянно нарушать пост. Но понятие взаимного уважения и любви должно быть, любовь и уважение должны быть взаимными, не только, простите за такое выражение, не игра в одни ворота, только христианин должен постоянно уступать. Но и отношение к нему тоже должно быть уважительное. Если у тебя среда, или у тебя пятница, у тебя многодневный пост, остальные члены семьи в общих чертах должны уже иметь представление и хоть какое-то уважение оказывать и к его религиозным убеждениям. Другая ситуация, это мы сейчас рассмотрели в семье, другая ситуация, когда вас пригласили в гости, люди с уважением к вам относящиеся, которые не знают, что вы человек верующий, не знают, что, например, сейчас среда или пятница, или многодневный пост идет. Люди об этом не знали. Хозяйка приготовила от своего искреннего доброго сердца. И тут уже другая немножко деталь, чтобы хозяйку не обидеть. И совсем третья ситуация, когда собираются на вот эти плановые корпоративы накануне гражданского Нового года или какие-то всевозможные юбилеи, где чаще всего собираются коллектив в общественных столовых или в кафе. И тут, если уж откровенно говорить, служителям, да, сотрудникам, поварам этого кафе или этой общественной столовой, по большому счету, все равно. Никто не будет через увеличительное стекло смотреть в вашу тарелку, что вы едите. И никто особенно не оскорбится, если вы благоразумно воздержитесь от какого-то рода пищи, чтобы пост не нарушать. Поэтому разные ситуации. Более правильно было бы все-таки задавать себе вот этот вопрос. Этот мой поступок приближает меня к Богу или удаляет от Бога? Как мне поступать, чтобы сохранить верность Богу? Преподобный Паисий Святогорец, зачитаю вам, дорогие друзья, из второго тома «Духовное пробуждение» примерно такой вопрос однажды задали ему. Геронда, должны ли люди, живущие духовной жизнью в миру, показывать перед неверующими, что они постятся? Столица отвечает. Если речь идет о постах, установленных нашей Церковью, среде, пятнице, многодневных постах, то должны, потому что это исповедание веры. Однако другие посты, совершаемые от подвижничества, ради любви ко Христу, или для того, чтобы была услышана наша молитва о каком-то прошении, должны совершаться в тайне. Но здесь старец подразумевает, когда какой-либо христианин или христианка как бы накладывает на себя, естественно, по согласованию, по благословению с духовным отцом, если духовный отец есть, как бы накладывает на себя некий обед, как бы некий пост, кроме установленных Церковью, для того, чтобы, допустим, молимся, переживаем за близких, которые далеки от Церкви, например, или в тяжелой жизненной ситуации, там мама молится за своего сына или за дочь, которые болеют, или на распутии жизни находятся. Вот именно такие посты, которые сам на себя накладывает человек по благословению духовника, это должно быть в тайне. А именно соблюдение постов, установленных Церковью, преподобный Паисий говорит, надо обязательно соблюдать, потому что это исповедание веры. Цель в том, чтобы мы православно жили, а не просто православно говорили или писали. Потом увидишь, что если у проповедника нет личного опыта, то его проповедь не доходит до сердца людей и не изменяет их. И далее преподобный приводит интересный случай. В былые времена поместная знать имела в себе доброе начало, имела веру. В одном городе, сказала некая знатная дама к какому-то члену парламента. Они со своим супругом были на обеде. Шел Успенский пост, а подавали мясо и рыбу. Знатная дама постилась и поэтому не ела. Естественно, Успенский пост, он строгий, короткий, но очень строгий. Депутат заметил это и говорит, немощные путешествующие поста не держат. Ну, конечно, ответила она, особенно те, кто на колесах путешествует. Так и не притронулась к коронному. На обеде среди других был один клирик, ну, клирик, это, скорее всего, священнослужитель, который обратился ко всем присутствующим с приветственной речью. Для меня была великая честь присутствовать вместе с вами и так далее, и так далее. Говорил, говорил, наговорил целую кучу похвал. Тогда муж этой дамы его прерывает и говорит, «Не надейтесь на князя и на сына человеческая, в них же несть спасение». То есть так вот мудро поставил на место этого клирика, который хотел таким образом угодить присутствующим. Вот, смотрите, преподобный Паисий здесь обращает внимание на следующее, что когда мы соблюдаем установленные церковью посты, это наше исповедание веры. Хочется подчеркнуть, дорогие друзья, иной раз бывает, что мы слышим только то, что хотим услышать, и совершенно не слышим то, что не хотим услышать. Вот акцент какой? Исповедание веры, ненавязывание веры. Мы, соблюдая пост, не должны навязывать свой пост тем, кто так или иначе еще, ну, скажем так, духовно не дорос до осознания того, что пост необходим для души, и что это великое для души благо, что пост ведет к очищению сердца от страстей. Пост не надо делать предметом какого-то обсуждения, не становиться в любом коллективе, любом обществе, как бы акцентировать внимание на то, что я пощусь, чтобы весь разговор, все внимание было вокруг тебя, делать такое вот печальное, очень постящееся в кавычках лицо, и чтобы так или иначе предметом обсуждения стал именно твой пост, твой подвиг и так далее. Потому что поступая так, мы поступаем по-фарисейски. И это уже не есть исповедание веры, а самое настоящее преткновение для ближних. Быть преткновением, соблазном для ближних мы не должны. В этом-то и разница, дорогие друзья. Исповедание веры, соблюдение поста как исповедание веры, это одно. А навязывание поста другим или превозношение над другими, кто не постится, осуждение тех, кто ест то, что и есть нельзя, вот это, конечно, уже совершенно не христианский подход. Нередко мне приходилось, и вам, дорогие друзья, наверняка приходилось слышать, когда приводят примеры из житий святых, из потеряков, как тот или иной святой отец позволял себе скоромную пищу, когда к нему приходили люди. Конечно, в святой отечественной литературе мы находим отдельные, я подчеркну, отдельные исключительные моменты, когда ради любви, по благоразумию, по рассудительности святые отцы могли ослабить пост ради того, чтобы проявить любовь снисхождения к брату. В частности, преподобный Макарий Великий Египетский в достопамятных сказаниях в Древнем Патерике описывается, как не раз приглашали, когда он жил в Нитрийской пустыне, и когда на великие праздники собирались братья вместе в храм, и после божественной литургии была братская трапеза, и на этой трапезе, очень скудной, суровой монашеской трапезе, иногда предлагалась немножко вина. Преподобный Макарий ради снисхождения любви к ближним, к братьям, позволял себе выпить одну емкость вина, и после этого на следующий день, на целый день, лишал себя даже воды. И его келейник, его ученик, видя, как он потом будет страдать, иной раз даже несколько дней за каждую принятую чашу ради любви, потом просил, просил братья, говорит, братья, не уговаривайте Аву принять вина, потому что он потом будет мучить себя, и не будет пить даже воды. Вот обратите внимание, вот пример рассудительности. Если ты позволяешь себе какое-то послабление ради любви к ближним, оставшись наедине с собой, чтобы уравновесить, ты можешь наложить на себя более строгий пост. Конечно, вы можете возразить, дорогие друзья, и, скорее всего, такое возражение можно услышать, мы же не преподобный Макарий Великий, вообще мы не монахи, мы не можем так, так никто ведь и не требует, и не призывает, никто не накладывает на вас, и это не нужно накладывать неудобо носимые времена. Но надо помнить, что монахи — это свет мира, а для монахов свет ангелы. Монахи — это как бы тот эталон, тот образец, на которого мы должны взирать. Вот посмотрите, как лучшие из монахов поступали. Если была необходимость ради любви немножко ослабить строгость поста, то потом они, чтобы уравновесить, оставшись наедине с собой, когда ты уже предоставлен только очам своей совести перед Богом, усугубляли свой пост. Кто мешает каждому из нас, дорогие друзья? Если вы оказались где-то в гостях, чтобы не обидеть хозяйку, вы вынуждены были что-то попробовать, чтобы, так сказать, как-то ее порадовать, когда вы вернетесь домой, усугубьте свой пост, хоть немножечко, хотя бы в самом малом. Откажите себе на один-два дня, три от наслаждения пребывать в соцсетях, смотреть любимые передачи. Никто еще, дорогие друзья, не умер от того, что воздержался от смотрения телевизора. Ясное дело, еще раз вернусь к тому, с чего мы сегодня начали, мы не обсуждаем сейчас в нашем ответе необходимость поста именно по состоянию телесного здоровья. Это отдельная совершенно тема, но совершенно очевидно, что болящим, страждущим, немощным ослабление поста предполагается. Но речь сейчас идет о другом. Ясное дело, кто-то не может воздерживаться такого рода пищи по состоянию здоровья, но любой из нас может воздержаться от лишних удовольствий, от праздных разговоров, от прожигания своего времени в интернете, совершенно пустая информация. Откажите себе в этом. Если вы ослабили пост где-то в каком-то коллективе, усугубьте, уравновесьте это, лишив себя чего-то другого, привычного, приятного для вас, от которого ваше здоровье совершенно не пострадает, а только выиграет. То есть вот в этом будет проявляться наша рассудительность. И в заключение, дорогие мои друзья, еще раз хочется акцентировать внимание вот на чем, что наше строгое исполнение, соблюдение поста установленного церковью, это среда, пятница, многоделные посты, это наше исповедание веры, не навязывание веры, не принуждение кого бы то ни было, не осуждение тех, кто ест или не ест, потому что святой апостол Павел ясно, недвусмысленно говорит, едим ли мы или не едим, брашно нас не приближает к Богу, то есть нас и пища к Богу не приближает и не удаляет, но нас удаляет от Бога неверность Богу. И вот как мы только что видели слова Священного Писания, что верный в малом и во многом будет верен, неверный в малом и во многом будет неверен. И в заключение еще один нюанс, дорогие друзья, сама жизнь об этом свидетельствует. Кто из вас сомневается, повнимательнее посмотрите и вы в этом убедитесь. Те люди, которые с легкостью нарушают пост при любой удобной ситуации, когда-нибудь, когда у вас, не дай Бог, будет какая-то сложная жизненная ситуация или болезнь какая-то, какое-то искушение, испытание, и вы попросите помощи, в первую очередь молитвенной помощи или совета у того человека, который называет себя верующим, открыто себя позиционирует как верующий, но с легкостью пост нарушает якобы ради любви и уважения. Не считает это чем-то важным и говорит вот это расхожее выражение «Лучше мясо поешь, чем ближнего будешь есть». И вот тот человек, который с легкостью пост нарушает, вы попросите у него молитв. Он за вас молиться не будет. Вы спросите почему? Вот по той самой причине, о чем сказано в Священном Писании. Верный в малом и во многом верен будет, а неверный в малом и во многом будет неверен. Конечно, ради вежливости человек вам скажет, ой, да, я помолюсь, ой, там, помоги тебе, Господи, да, не переживай и так далее. Ну, как вежливый, культурный, современный человек что-то вам ответит. Ну, вот вы, например, попросите его молитв этого человека, но он молиться за вас не будет, его сердце не будет за вас переживать. По жизни посмотрите. Очень мудро говорил архимандрит Иоанн Кристианкин, наш известный всероссийский старец, что жизнь учит сама жизнь. Вот сама жизнь показывает, что кто легкомысленно относится к постам, установленным церковью, он и помолиться за тебя не сможет, и помочь тебе по-настоящему не будет. Поэтому в заключении что хочется сказать? Наша верность Богу проявляется в том числе, в том числе, кроме всего прочего, в том числе в неукоснительном соблюдении поста, потому что исполнение, соблюдение поста это наше исповедание веры. Еще раз подчеркну то, о чем говорилось неоднократно ранее, мы сейчас не касались тех ситуаций, когда ослабление поста необходима по состоянию здоровья. Это отдельная тема, мы сегодня ее не касались. А говорили о той ситуации, когда вам предлагается возможность ради ложно трактуемой любви к ближним и очень широко понимаемой понятия любовь или уважение к ближним с легкостью нарушать пост. Христианин не должен нарушать пост. Он не должен и акцентировать внимание на этом. с улыбкой, если вы оказались на каком-то корпоративе или в каком-то обществе, с улыбкой, доброжелательно, со всеми общаетесь, отвечайте на вопросы. Быть действительно, как мудро говорил святой праведный Алексей Мечов, известный московский старец, протеерей, что быть как солнышком для окружающих людей. Доброжелательно, с любовью и в то же время пост не нарушайте. Сохраните Богу верность в малом, тогда и во многом сможете сохранить Ему верность. Храни вас всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok